Люди с ограниченными возможностями активно принимают участие в выборах президента Казахстана. Все избирательные участки Актау оснащены пандусами для маломобильных граждан. Те, кто не имеет возможности передвигаться самостоятельно, получают бюллетень на дому. Светлана Султангиреева проверила, соблюдены ли эти требования. Светлана, вам слово. Спасибо, Анара, подготовить избирательные участки для людей с ограниченными возможностями. Такое задание давал ЦИК Акиматам всех областей и городов перед выборами. По этому случаю на линии сегодня работают все инво-такси. Руслан Гайбатов один из тех, кто услугами инво-такси пользуется ежедневно. Машину для поездки в избирательный участок заказал еще с вечера. Мужчина убежден, ради светлого завтра. Нужно постараться уже сегодня. Для меня выбор, как и для каждого, надежда на светлое будущее. Почитал важным прийти на выборы, проголосовать, отдать свой голос за своего кандидата. Я также считаю, что на этом участие наших граждан не должно заканчиться. Они не стоят только выборами. Мы в дальнейшем должны, в будущем, за своего кандидата, если он пройдет, помогать ему, быть его помощниками в начинаниях на общее наше благо. В Мангосталской области чуть больше 30 тысяч жителей с инвалидностью. Те, кто по состоянию здоровья не сможет прийти на участки, им бюллетени принесут на дом. Отмечу высокую активность всех, без исключения октаусов. Мы принимаем новые подходы по обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью. Это различные формы поддержки, стурдоперевод, специальные трафареты, бесплатные инво-такси, голосование на дому, пандусы, тактильные указатели. К слову, об активности уже после обеда проголосовали 54% жителей Мангосталской области. На участках развернулся настоящий праздник. Люди поют песни, исполняют произведения казахстанских поэтов.